Совершенно неожиданно тема моего доклада, если не совпадает, то чрезвычайно близка к теме предыдущего. Я хотел его назвать «Новогодние байки об устойчивости». Конечно, все, что я хочу рассказать, в полчаса вместить невозможно, но начнем. Первое – это центр по линейным членам и при этом уравнение полиномиальное. x с точкой равняется y плюс и так далее, y с точкой равняется минус x плюс и так далее. И это полином степени n, множество всех таких уравнений обозначается а-н, это множество уравнений с полиномиальной правой частью, сегодня у них еще особая точка 0 и линейная часть центр. Вопрос, когда у этого уравнения полиномиального есть фокус, а когда есть центр. Это исследование Липунова, Пуанкаре, Дюблака. И прежде всего теорема, которая восходит к названным математиком плюс Гильберт, говорит, если это уравнение 1, давайте множество z будет pn из а-н таких, что 0 центр, это многообразие центров. Что это такое? Это конечномерное пространство, потому что степень фиксирована, или точнее не больше фиксированный, n. Координаты в нем просто коэффициенты многочленов, то есть какой-то большой размерности примерно n квадрат, а финное пространство. Теорема состоит в том, что z алгебраическое многообразие, то есть оно задается полиномиальными уравнениями. Под множество z. Во-первых, h каллиграфическое, гамильтоновое уравнение, то есть уравнение dh равно 0, где h полином степени n плюс 1, или не больше. Затем r, рациональный первый интеграл. Затем d, интеграл дарбу. Что такое рациональный первый интеграл? Это понятно, это просто рациональная функция, которая является первым интегралом нашего полиномиального уравнения. Интегралы дарбу немножко менее популярны. Это интегралы такого вида. Это произведение рациональных функций в вещественных степенях. Оказывается, что такие интегралы тоже бывают. Арнольд очень пропагандирует частный интеграл такого вида, называя его интегралом Баутина, для уравнения, когда квадратичное векторное поле имеет три инвариантных прямых. Оказывается, что внутри этого треугольника будет особая точка типа центр и будет интеграл такого вида. А дальше я сформулирую одну очень старую теорему, которую я включил в свою кандидатскую диссертацию, но смысл которой я не понял. И мне его объяснил этот смысл в 2000 году Альцидис Линснетто в Бразилии, когда мы встретились. Теорема относится вот к какому вопросу. Есть алгебраическое многообразие? Какие у него неприводимые компоненты? Пример. Рассмотрим алгебраическую кривую xy равняется c. В комплексной области это что-то вроде гиперболоида, который только на вещественной плоскости оставляет несвязанный след, а на самом деле он связанный. Но это при c не равном нулю. А при c равном нулю это объединение двух комплексных прямых, и каждая из них сама по себе является алгебраическим многообразием. Вот это и есть неприводимая компонента. В общем виде неприводимая компонента алгебраического многообразия — это его подмножество, которое само является алгебраическим многообразием, то есть задается полинемиальными уравнениями. Какие неприводимые компоненты? У меня была теорема о сохранении центров, Конечно, аккуратно сформулированная, аккуратно доказанная, но ее правильная формулировка звучала так. Так, вот это вот неприводимая компонента множества z. Линс Нетто заинтересовался этим сюжетом, потому что своего аспиранта Хосейна Мавасати, который сейчас очень активно работающий бразильский математик, организовал онлайн-семинар международный, он навел на такую задачу – не является ли r неприводимой компонентой? И теорема 2, доказанная Мавасати, говорит, что да, является тоже неприводимая компонента z. Теорема 3, d тоже является неприводимой компонентой z. Это работа, которую выполняют сейчас Павао Мардешич и Кристофер Ллойд. Они ее докладывали на одной из недавних конференций, значит, это тоже неприводимая компонента. Забавно, что все эти теоремы доказываются примерно по одной и той же схеме, хотя осуществление этой схемы в этой и этой ситуации требует больших трудов. Это первая баечка, которую я почти закончил. Давайте навесим на z индекс n. Это указание того, с какой степенью многочленами мы работаем. Нет, z все равно было с многочленными степенями n, я просто обозначение уточнил. Нет, нет, нет. z2 полностью описано. Это Дюлак, 1908 год. z2 состоит из этих трех компонент и еще обратимых дифференциальных уравнений. Вот точное описание есть. Все точные уравнения на коэффициенты многочленов выписаны, чтобы было известно, какие бывают центры у приземиальных многочленов второй степени. Описание z с любым n алгоритмично. Вы выражаете так называемые липуновские фокусные величины через коэффициенты многочленов. Они все оказываются полиномами, а по теореме Гильберта у полиномиального идеала конечное число образующих. Поэтому и получается алгебраическое многообразие в пространстве коэффициентов. z3 руками посчитать не удалось. Хорошо, теперь есть компьютеры. Его не раз считали на компьютерах, и компьютеры захлебываются при оперировании с базисами идеалов. Насколько я понимаю, это происходит до сих пор. Я не знаю, в мире существует, например, такой мастер работы с дифференциальными уравнениями и суперкомпьютерами Горик Текер в университете Упсалы. Я не запрашивал его в последнее время. Может быть, с его мастерством и современными мощностями и можно посчитать z3. Но во всяком случае оно не посчитано, и я хочу обратить на это внимание слушателей. И на этом кончается моя первая новогодняя баечка. Значит, вот это я сейчас всё сотру. А это 2 входит за 3? Да, входит, потому что степень должна быть не выше 3. А это там свои неприводимые компоненты. Я сейчас днём этот сюжет. А вот если это ленинное и слагаемое отсутствие, но не менее пленуемое, что-то в подобном плане делалось? Делалось и ещё как. Давайте я расскажу без этого самого, без формулы доске. Значит, Арнольд ввёл в 70-м году понятие алгебраически разрешимой задачи анализа, локальной задачи. Задача о том, имеет ли заданное векторное поле центр или нет, это типичная локальная задача анализа. Её надо решать следующим образом. Правые части в постановке Арнольда не полиномиальны, а аналитичны. Вы ограничиваетесь Тейлоровскими, я для краткости говорю не на языке струй, а на языке Тейлоровских многочленов. Вы ограничиваетесь Тейлоровскими многочленами фиксированной степени и исследуете полученное уравнение на устойчивость, потому что на плоскости, если у нас есть монодромная особая точка, то есть есть подозрение на центр или фокус, то есть только три варианта устойчивый фокус, топологический, неустойчивый фокус и центр. Вы исследуете, какой случай в нашем полиномиальном уравнении есть, но на этом не останавливаетесь. Вы говорите, что соответствующая струя, соответствующий Тейлоровский полином устойчив, если устойчивость сохраняется при любом продолжении. Неустойчив, если неустойчивость сохраняется при любом продолжении. Нейтрален, если при одном продолжении сохраняется устойчивость, при другом неустойчивость. Арнольд одно время думал, что задача о развлечении устойчивого фокуса, Это не задача развлечения фокуса и центра. С этой точки зрения центров не бывает вообще, потому что центр не сохраняется ни при каком произвольном продолжении высшими и старшими членами. Вопрос о том, является ли задача развлечения центра и фокуса алгебраически разрешимой. То есть верно ли, что для каждой степени N нейтральные Тейлоровские многочлены образуют алгебраическое многообразие. Его коразмерность, конечно, с ростом N стремится к бесконечности. Он задал мне, так сказать, 50 лет назад этот вопрос, и выяснилось, что задача развлечения устойчивого и неустойчивого фокуса не является алгебраически разрешимой. То есть, если мы начинаем даже с... Там ситуация такая. Если мы начинаем, стираем линейные члены, а начинаем с членов второй степени, то ответ можно дать всегда, центров и фокусов просто не будет. А если начинаем с третьей степени, то оказывается, что алгебрической разрешимости уже нет. Так что ситуация противоположна. И это как раз сюжет, к которому я хотел перейти. Он называется «Исследование особых точек на плоскости». Значит, сейчас у нас есть такое же уравнение, но это особые точки на плоскости. и мы начинаем не с линейных членов, а с любых, какие получатся. И это громадная наука, которая тоже идёт с самого начала XX века. Самый знаменитый здесь результат – это теорема Бендиксона. Я, пожалуй, не буду для начала её формулировать со всеми подробностями, а просто скажу следующее. Когда у нас появляется сложная особая точка на плоскости, например, линейная часть равна нулю, то нужно переходить к полярным координатам. Вместо точки 0 мы фактически вклеиваем окружность. 0 превращается в окружность R равно 1, а внешность нуля, весь этот диск, превращается в внешность, естественно, ограниченную образом этой окружности. Внешность окружности превращается в кольцо. Здесь появляются свои особые точки. После замены времени они становятся изолированными. До замены времени вся эта окружность состоит из особых точек. После замены времени они становятся изолированными. Надо повторять ту же процедуру. В результате вместо нуля я нарисую очень простую картинку, а на самом деле она гораздо сложнее. Образуется вклеенная кривая, и на ней конечное число особых точек. Все точки, где соединяются разные окружности, называются угловыми, это угловые особые точки, и здесь еще есть особые точки. Эта процедура называется процедурой разрешения особенностей. Теорема Бендиксона состояла в том, что аналитическое векторное поле или особая точка аналитического векторного поля за конечное число раздутий превращается или особая точка рассыпается, в таком смысле, как я объяснил. На конечное число элементарных. То есть таких, у которых линеаризация отлично от нуля и имеет хотя бы одно ненулевое собственное значение, у которых есть собственное значение линеаризации, не равное нулю. Вот такая замечательная теорема. Как говорят, вскрытие показало, что у Бендиксона в его статье 1901 года не было даже попытки доказательства этой теоремы. Была сформулирована теорема, было много чего сказано по ее поводу, но доказательства не было. Статья Бендиксона 1901 года этой проблемой занимались левшец в 50-е и 60-е годы Зайденберг. Они первыми опубликовали полное доказательство. Затем Дю Мортье обобщил эту теорему на бесконечно гладкий случай. Он тогда сделал кандидатскую диссертацию под руководством Такенса. И, наконец, ох, я сейчас забыл, кто. в статье Маттеи и Муссю было опубликовано прозрачное доказательство этой теоремы, которая написана в нашей книжке с Яковенко по аналитическим дифференциальным уравнениям. Ее русский вариант издан лет 10 тому назад. Значит, как бы эта теорема теперь не только имеет точно написанное, но и сравнительно прозрачное доказательство. Этим занимался мой ученик Олег Клебан и в сборнике «Вокруг проблемы Гильберта», изданной американским математическим обществом, есть его статья, в которой доказано следующее. у сложной особой точки есть замечательная числовая характеристика, которая называется кратностью. Я не объясняю, как она вычисляется, но она всегда вычисляется. И оказывается, что число раздутий не больше, чем удвоенная кратность плюс 2. так что вы всегда можете посчитать общее число раздутий. Что отсюда следует для устойчивости? С одной стороны очень много, с другой стороны не все. за конечное число раздутий мы не только рассыпаем особую точку на конечное число элементарных, но мы можем нарисовать фазовый портрет в окрестности каждой из этих элементарных особых точек. Эти особые точки будут элементарные особые точки. узлы фокусы фокусы седла центры – наш любимый список, который мы рассказываем студентам, и это относится к тому случаю, когда оба собственных значения не равны нулю. А когда одно нулевое, одно ненулевое, то возникает еще новый персонаж, бывают седлоузлы, наполовину седло, наполовину узел. Вот топологически все картинки, которые встречаются как фазовые портреты элементарных особых точек. И если среди этих портретов встретился один, у которого есть, например, выходящая сепаратриса, вот предположим, что это особая точка, седло с выходящей сепаратрисой, то устойчивости нет. Если все седло с входящими сепаратрисами, которые здесь появляются, и все седлоузлы, скажем, я не буду рисовать, в общем, седлоузлы такие, что их фазовые портреты не противоречат устойчивости, тогда есть устойчивость. Но более подробно нужно сказать так, особые точки на плоскости делятся на характеристические и монодромные. Может случиться, что в результате разрешения особенностей нет ни одной неугловой особой точки. И все траектории вокруг вот этого вот вклеенного многоугольника из дуг проходят вот это седло, у него одна сепаратриса здесь, другая здесь. Вот это второе седло, одна сепаратриса здесь, другая здесь, это третье, это четвертое. И вот особые точки, так себе идут, у седел бывают, вот я рисую седло, здесь трансверсали и здесь переход с одной трансверсали на другую. Вот аналогичная картинка, одна трансверсаль, другая, переход с одной трансверсали на другую и так далее. Короче, все траектории идут вокруг вклеенного многоугольника и возвращаются на старую сепаратрису. Определено преобразование монодромии, это так называемая монодромная особая точка. Задача различения характеристических и монодромных особых точек алгебраически разрешима. Вы про каждую точку можете сказать у векторного поля за конечное число алгебраических операций, какая она, алгебраическая или монодромная. Задача устойчивости и задача даже топологической классификации фазовых портретов характеристических особых точек тоже алгебраически разрешима. Об этом написано в книгах разных современных исследователей. Есть книга Дюмортия, Либре, кажется, и Артеса, не очень давно изданная по качественной теории. Там много про это написано. Но что-то написано в нашей книге с Яковенко по аналитическим дифференциальным уравнениям. Но монодромные особые точки современные классики исследовать отказывались. Моя ученица Наталья Борисовна Медведева, недавно скончавшаяся от ковида, исследовала случаи монодромных особых точек и в определенном смысле дошла до завершения. У нее есть большая статья в трудах Миан 2006 года и в успехах в последние 5-8 лет. Результаты ее такие, и я думаю, что я ее результатами и закончу свой рассказ. Результаты ее вот какие. Значит, она исследовала монодромные особые точки. Во-первых, как было уже показано 50 лет тому назад, задача об исследовании устойчивости монодромной особой точки на плоскости не является алгебраически разрешимой. Нейтральные струи выделяются не алгебраическими уравнениями, но аналитическими. И вполне можно алгебраическую разрешимость заменить на аналитическую разрешимость. Я больше ничего не буду писать на доске и просто опишу результаты Натальи Борисовны. Вместо перехода к полярным координатам можно использовать более тонкую процедуру, основанную на диаграммах Ньютона. И можно последовательно проводить разрешение особенностей с помощью диаграмм Ньютона. Не объясняю механики, но это делается. И это, так сказать, тоже алгебраические операции над коэффициентами уравнения. Оказывается, что векторные поля с монодромной особой точкой надо прежде всего разбить на так называемые монодромные классы, то есть классы, внутри которых схема исследования по диаграммам Ньютона, грубо говоря, число раздутий, будет одно и то же. Разбиение на монодромные классы — это аналитически разрешимая задача. Внутри каждого класса исследование устойчивости — тоже аналитически разрешимая задача. Но в целом задача об устойчивости аналитически неразрешима, потому что класс — это область, у нее есть свои аналитические границы, а в этой области есть нейтральные струи, это подмножество. И они к своим границам примыкают неаналитическим образом, там появляются логарифмы. Но так или иначе, и это, так сказать, недостаточно общеизвестный факт, теория устойчивости особых точек на плоскости сейчас завершена полностью. И, значит, характеристические особые точки изучены и очень популярны с помощью процесса разрешения особенностей, а монодромные изучены Натальей Борисовной и делается это с помощью многогранников Ньютона. За всем поздравляю всех с Новым годом и заканчиваю. Редактор субтитров А.Семкин